В эфире информационная программа День города. Здравствуйте! О событиях этого дня вам расскажут наши авторы и я, Алена Куколева. Смотрите в этом выпуске. Суд в Рязани сегодня вынес приговор руководству местного ГИБДД. Полицейские обвиняются в совершении более трех десятков преступлений. Автомобиль будущего. Рязанские инженеры разработали первое беспилотное транспортное средство. Криминальный тандем. Двум жителям Рязанской области грозит 20 лет лишения свободы за торговлем рихуаной. Суд в Рязани сегодня вынес приговор руководству местного ГИБДД. Полицейские обвиняются в совершении более трех десятков преступлений. На скамье подсудимых трое бывших правоохранителей. Это отстраненный от должности начальник управления ГИБДД по Рязанской области Александр Алфосов, его бывший заместитель Валерий Вышинский и бывший замначальник регистрационно-экзаменационного отдела местного ГИБДД Игорь Тисленко. Оглашение приговора длилось неделю и завершилось сегодня. Полицейские обвиняются в совершении 34 преступлений, среди которых продажа красивых номеров и водительских удостоверений, покупка диплома кандидата экономических наук, незаконная прослушка коллег. Помимо всего прочего, посудимые по версии следствия получали деньги как от своих подчиненных за попустительство по службе, так и от предпринимателей за общее покровительство. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2012 года, когда сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и регионального управления ФСБ России задержали Алфосова после получения им в служебном кабинете взятки в размере около 500 тысяч рублей через подчиненного сотрудника. Это стало отправной точкой для последующего выявления других многочисленных фактов систематического совершения Алфосовым и его ближайшим окружением из числа бывшего руководства регионального УГИБДД коррупционных преступлений. Следствием была установлена целая преступная схема, разработанная Алфосовым и его заместителем по их незаконному обогащению. Суд назначил Алфосову на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний наказание в виде 5 лет, 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в сумме 8 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самооправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Суд назначил Вышинскому на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, наказания в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме 4 миллиона 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Суд назначил Тесленко на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Тесленко наказание в виде 4 лет 9 месяцев, лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в сумме 2 миллиона 750 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года. Вечером в среду 2 декабря на площадке перед торговым центром в поселке Борки накануне вечером был убит молодой человек. По данным следствия, 28-летнего рязанца зарезали ножом. Удар пришелся в грудь, информация об этом практически сразу появилась в группе подслушанного у водителей в Рязани, в социальной сети ВКонтакте. Участниками сообщества были организованы поиски угнанной машины, ночью автомобиль был найден в Канищеве. По факту обнаружения, вечером 2 декабря 2015 года в районе поселка Борки, города Рязани, тело мужчины с признаками насильственной смерти, а именно колото-резанным ранением груди, московским межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России Рязанской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ, то есть убийство. Личность погибшего установлена. Это Рязанец, 1987 года рождения. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Жителям Рязанской области грозит 20 лет лишения свободы за торговлю наркотиками. По итогам оперативно-розыскных и следственных мероприятий из незаконного оборота изъято почти полтора килограмма марихуаны. Подробнее Оксана Тебенихина. В поле зрения наркополицейских попали 52-летний работник одного из предприятий Скопинского района и 33-летний неработающий житель областного центра. По версии следствия, Скопинец заготавливал, расфасовывал и хранил значительные объемы марихуаны. Сообщник из Рязани регулярно получал от него оптовые партии наркотика для дальнейшей реализации своим знакомым потребителям. После выяснения преступной схемы и сбора необходимых доказательств сотрудники антинаркотического ведомства осуществили операцию по задержанию подозреваемых с поличному. В Рязани во время встречи с двумя клиентами при продаже марихуаны был задержан розничный сбытчик. В результате обследования в квартире мужчины оперативники изъяли два десятка фасовок с марихуаной общей массой более полукилограмма. Недалеко от Скопина состоялось задержание оптовика при попытке продажи аналогичной партии массой 650 граммов. В ходе обыска в его домовладении следственная оперативная группа дополнительно обнаружила приготовленный к продаже каннабис. По итогам оперативно-розыскных и следственных мероприятий из незаконного оборота изъято около полутора килограмм наркотического средства. Следственным отделом управления ФСКН России по Рязанской области проводится расследование уголовного дела, возбужденного по факту приготовления к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. К другим новостям. Водители согласились ездить на беспилотных автомобилях. Такие результаты показал опрос, проведенный Всемирным экономическим форумом. Ну а по прогнозам, первые беспилотные машины в России появятся уже в 2017 году. Примечательно, что в разработке инновации участвуют рязанские инженеры. Проект «Аврора. Система автопилотирования» вошел в пятерку финалистов на федеральном конкурсе Generation Startup. Сейчас соревнования находятся на стадии голосования. Все желающие смогут поддержать рязанских молодых ученых. Проект направлен на разработку программного обеспечения автопилотов. Продукт смогут применять на разных транспортных платформах, как колесных, так и гусеничных. Он предназначен для работы в различных условиях. Наш автопилот является универсальным программным и аппаратным продуктом, который может устанавливаться на различные транспортные средства. Мы разработали автопилот для робота-автомобиля «Газель Бизнес», который сейчас находится за моей спиной. Также в число разработок конструкторского бюро «Аврора» входит и робототехнический комплекс «Марс А-800». Размером он меньше «Газели Бизнес» и ориентирован на внедорожные условия. Может выполнять широкий комплекс задач в автономном режиме. Данный комплекс также имеет некоторую ориентированность на разработки, связанные с военной тематикой и тематикой служб спасения. То есть подразумевает доставку личного состава людей или грузов до необходимого, до заданного места. И «Газель Бизнес» и и «Марс А-800» оснащены богатым и разнообразным набором датчиков, которые позволяют распознавать окружающие объекты и получать о них всю необходимую информацию. То есть автомобиль совершает маневры сам, без управления водителем. По сути дела проект направлен на управление, в том числе автомобилем, без водителя, чтобы в случае, если среда представляет опасность для человека, мы могли туда пустить автомобиль, доставить грузы без риска для жизни человека. Сейчас этот проект представлен на конкурсе «Дженерейшн». Россия в нем участвует впервые. И это именно команда изобретателей из Рязани. Они претендуют на призовое место. В нем в этом году приняло порядка трех тысяч людей. В 2014 году это было две тысячи людей. До финала сейчас добралось 35 участников проектов, которые начинают развивать свои идеи. Этот конкурс направлен именно на развитие этих проектов, на привлечение инвестиций. Победителям этого конкурса выдадут грант для того, чтобы они смогли развивать свои идеи. Победа в конкурсе поможет нашей рязанской команде не только реализовать проект по развитию беспилотного транспорта в России, но и поднять статус нашего города в сфере технологий. Система помощи водителю поможет в экстренных ситуациях избежать аварий и заменить человека в трудных и опасных ситуациях. В горной отрасли, на заводах, на ликвидациях катастроф, а соответственно спасти кому-то жизнь. Отдать свой голос за нашу команду может каждый. Вот как это сделать. В поисковике вводим название конкурса «Generation». Открываем первую ссылку и нажимаем «Голосовать». Программа просит нас авторизоваться либо через Facebook, или через ВКонтакт. Просит доступ ко всей вашей информации. Разрешаем. Теперь проходим по вкладке «Robotics». Наш проект называется «Аврора. Система автопилотирования». Для голосования необходимо просмотреть данный ролик. После просмотра открывается, становится активной кнопка «Голосовать». Нажимаем «Голосовать». Проголосовать можно до 13 декабря. Сейчас Рязань уже на третьем месте. Давайте поддержим нашу команду и пожелаем им победы в конкурсе. Ольга Харламова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Век интернета никак не повлиял на предпочтения россиян. Бумажные издания пользуются большим спросом у людей всех возрастных категорий. В период с 3 по 13 декабря проходит последняя в этом году всероссийская декада подписки. В течение 10 дней во всех почтовых отделениях Рязанской области читатели смогут выписать любимые газеты и журналы по доступным ценам. Особую любовь к печатной прессе испытывают люди в основном старшего поколения. И такие акции являются для них настоящим событием. Вперед декады в регионе и в областном центре будут проводиться дни активного подписчика, где все желающие смогут встретиться с представителями ведущих издательств, задать интересующие вопросы и поучаствовать в розыгрыше призов. В рамках всероссийской декады подписки у нас организовано дерево добрых дел. Мы выбрали социально значимые детские учреждения, детские дома и интернаты Рязанской области и предлагаем всем неравнодушным рязанцам оформить льготную подписку для детских домов. И наши дети, которые находятся в не очень равных условиях в отношении другим в настоящее время, могут получать детские развивающие периодические издания и лучше знакомиться с окружающим миром. Мы приглашаем поучаствовать в этом и значимых людей нашего города. Стоит отметить, что возможностью преподнести подписку в подарок уже воспользовались звезды российской эстрады. Артисты оформили сотни экземпляров периодических изданий в пользу детских домов. Успейте и вы внести свой вклад в доброе дело и подарить малышам, оставшимся без попечения родителей, маленькое новогоднее чудо. В четверг, в Международный день инвалидов, вместе с сотрудниками госавтоинспекции на улице Рязани вышли учащиеся школы-интерната номер 26. Школьники, которые имеют серьезные проблемы со зрением, вручали водителям листовки собственного сочинения с призывом быть внимательными к слабовидящим и слепым пешеходам, особенно в тех местах, где есть знаки дополнительной информации. Всю прошлую неделю Катя вместе с одноклассниками из бисера делала этих маленьких человечков. Они по ее замыслу символизируют человека, который переходит дорогу с белой тростью. Я сделала человечка, который ходит с белой тростью, потому что он плохо видит. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции на улице Рязани для проведения акции вышли учащиеся Рязанской школы-интерната номер 26. Школьники, у которых серьезные проблемы со зрением, вручали водителям собственноручно написанные листовки с призывом быть внимательными к слабовидящим и слепым людям, особенно в тех местах, где есть знаки дополнительной информации. Мы просим, 26-я школа, я ученик 26-й школы, мы просим вас не превышать скорость перед дорожными пешеходами, не пропускать пешеходами. Угу. Хорошо. Ну все. Спасибо. Сегодня, в Международный день инвалида, мы совместно с учениками специализированной 26-й школы проводим рейдовые мероприятия, направленные на то, чтобы водители, приезжая мимо этого образовательного учреждения, всегда соблюдали требования правил дорожного движения, потому что рядом с этой школой не простой пешеходный переход, а с дополнительной табличкой, потому что в этой школе обучаются дети с недостатками взрения. Данная акция уже стала традиционной. Такую же сотрудники ГИБДД проводили и в прошлом году. Как отмечает руководство школы и интерната, водители редко нарушают на данном перекрестке правила дорожного движения. Хотелось бы отметить, что непосредственно водители маршрутного такси всегда пропускают и всегда останавливаются. В этот же день инспекторы ГИБДД провели с учащимися начальных классов беседу об использовании светоотражающих элементов и подарили школьникам свето-возвращающие браслеты, чтобы маленькие пешеходы были заметнее на дорогах. Иван Крестьянинов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин